Илья Пономарёв, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы Российской Федерации с 2007 по 2016 годы. Илья, очень рады видеть в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, хотелось бы поговорить, потому что очень много появляется информации. Знаете, постфактум уже. Тут сегодня уже появилась информация, что якобы перед гибелью Пригожину и сказали убираться из Сирии. Дали такую, скажем, такую команду, рекомендацию, я скажу рекомендацию со стороны Кремля. И забрать всех членов Вагнера. Ранее также была информация о том, что всё-таки за несколько дней до того, как случилось то, что случилось с Пригожиным, а сегодня и Следственный комитет подтвердил информацию о том, что идентифицированы 9 тел, и всё-таки одно из них принадлежит Пригожину. Ну и вот то, что пытался всё-таки фактически свою, я в кавычки возьму, империю в Африке тогда, от главного разведывательного управления. То, что пытался сделать Пригожин. Много появляется информации. Я думаю, что её будет ещё и много. И было вот на днях, я мониторила российские паблики, что якобы оружейник и Виктор Бут, возможно, возглавит ЧВК Вагнер. Но всё же, хочу у вас, Илья, спросить, какое вы видите будущее в ближайшее время, всё-таки останется ли ЧВК Вагнер? Будет ли всё-таки ЧВК Вагнер, возможно, войдёт и в предпорядкувание, русское слово забыла, простите. Подчинение, да. Подчинение, да, спасибо огромное, Илья. Подчинение Минобороны. Как вы видите в ближайшее время? И скажем так, возможно, есть всё-таки понимание сегодня у Кремля, что ЧВК Вагнер, ну, на самом деле, выполнил и все функции, которые были им предоставлены, и которые необходимо было реализовать. Поэтому сегодня в ЧВК Вагнер Кремль фактически не нуждается. Ну, знаете, я по-прежнему считаю, что не совсем правильно говорить про Кремль как нечто единое. Это очень разные группы влияния, разные башни, как говорят в России, разные люди, разные интересы, абсолютно противоречивые по отношению друг к другу. И даже внутри каждой из этих башен есть свои, то есть, значит, там нюансы и противоречия. Я считаю, что решение по устранению Пригожина принималось на уровне Министерства обороны господином Шойгу. Обговаривал ли он его с Путиным или нет, это большой вопрос. Я лично считаю, скорее нет, чем да, но это, там, мое мнение, его доказать в данном случае невозможно. Можно доказать только, кто занимался устранением. И пока все указывает на то, что это было именно Министерство обороны. И именно из этого я и схожу со своим дальнейшим прогнозом. Я считаю, что никакого ЧВК Вагнер дальше существовать не будет. Я считаю, что он не будет подчинен Министерству обороны. Я считаю, что он будет растворен в Министерстве обороны. Я считаю, что разные отряды и группы их разбросают по разным подразделениям. Каждому из нынешних командиров и членов Совета командиров АКПРА будет сделано свое предложение. Может быть, кто-то будет ерепениться. Хотя я, на данное, знаю только про одну группу, в которой есть желание сопротивляться. И то, по-моему, не на уровне командира. Остальные готовы договариваться. Ну, так вот, в общем, с ними договорятся. Тем более, что там еще очень много зэков, которых интересует только один вопрос. Это их дальнейшее освобождение, там помилование и так далее. Главная драка будет за африканские подразделения, потому что там деньги. Там деньги, там активы, там предприятия, которые всех интересуют. Там вопросы геополитического влияния. Там будет играть главную роль, конечно, ГРУ. Главное разведывательное управление Генштаба, которое подчинено формально Министерству обороны. Но это более сложная история, когда я говорил про башни. И наверняка там будут появляться и разные бизнес-интересы, а может быть, и не только российские. Вот за этим интересно посмотреть. А то, что сейчас находится в Беларуси, то просто исчезнет без следа. А потому что Лукашенко, я, честно, уже даже запуталась. Ну, я сейчас это сарказм, то, что он говорит. Тут уже он на днях сказал, что он хочет, чтобы остались ЧВК Вагнер. То он рассказывал, что он предоставляет гарантии якобы безопасности в Пригожину. Потом он говорит, какие, я ничего никому не говорил и так далее. Сегодня говорит о том, что он хотел бы, чтобы ЧВК Вагнер остались. Как-то, ну, вот вы, Илья, говорите, что на самом деле в Беларуси тоже, скажем так, им не место, судя по всему. Ну, я думаю, что Лукашенко бы хотел, но кто же его в этом вопросе спросит. Значит, я думаю, что он бы хотел, да я думаю, что Путин на самом деле был бы заинтересован в том, чтобы ЧВК Вагнер существовал. Просто еще с Пригожиным, да. Я считаю, что они готовили ЧВК Вагнер в Беларуси к провокациям в Литве и в Польше. В этом смысле это была ценная история. Плюс Лукашенко было бы полезно иметь такое отдельное военное подразделение, которое не ходит в состав беларусской армии. И тем самым, значит, если у него будет какой-то бунт генералов, то, что были кто-то, кто бы этот бунт мог бы усмирить, сбалансировать, во всяком случае. Там не такая многочисленная армия. И относительно численности беларусской армии ЧВК Вагнер это очень грозная сила. Илья, я хочу, возможно, немножечко другого аспекта темы, которая касается также ЧВК Вагнера. Но хочу ваше мнение, почему это происходит. Вот за последние несколько дней, вот таких вот два случая, я помню, как в апреле 2023 и настоящее время, и мы показывали под Иркутском, было найдено неизвесто ранее кладбище погибших как раз в войне против Украины наемников ЧВК Вагнер. Там очень много венков было, было видно, что это свежевырытые могилы и так далее. Вот сегодня появилась информация, что это кладбище как раз вот, оно сожжено полностью. Перед этим мы также видели кадры, что происходит с кладбищем, оно там полностью было перерыто, его там выравнивают, да, тоже кадры, которые появляются сейчас в сети, ходят. А что вот это происходит? Я прекрасно понимаю, что это делается, ну, да, там, с подачей все-таки местных властей. Почему, по вашему мнению, сейчас пытаются даже в таком виде, извините, что говорю это слово, но стереть, да, стереть, как бы, какие-то определенные знаки о том, что здесь, да, были там захоронены ЧВК Вагнер. Ну, что это означает для, почему вот местные власти идут на эти шаги? Ну, это халуйство, прежде всего, которое у них в крови. Желание быть святее Папы Римского продемонстрировать в Кремле, что вот они там ловят все возможные сигналы. Посмотрите на нас, какие мы лояльны, потому что, ну, даже если Кремль этого не хочет, их за это точно не накажут. Но запомнят о том, что, значит, лояльность была проявлена. Поэтому это то, как, к сожалению, сейчас выстроена российская власть, здесь нету ничего такого удивительного. Помните, как в фильме «Убить дракона», да, но почему же ты был лучшим учеником? Вот это вот такие лучшие ученики, которых Кремль специально отбирал, и вот они демонстрируют свой моральный облик. Знаете, это же Путин, он из 90-х еще такой, да? У меня он ассоциируется с тем, кто шел на костях к власти. И можно ли тут также называть вот эту ситуацию с Пригожиным? Это «бей своих, чтобы чужие боялись». Вот так вот радикально относиться к еще вчера своему очень ближнему другу, которого ты подпускал даже в пандемию коронавируса на расстояние вытянутой руки. А сейчас, ну, опять же, мы в информационном пространстве не утверждаем, что именно Путин причастен к этому, это пусть там следствие саморазбирается, но сам факт очень удивительный. И предрекали очень многие как раз смерть Пригожину именно вот подобным образом. Можно ли говорить о том, что Путин в этом плане еще и делает то, уже с ликвидированным Пригожиным, чтобы других, у других даже такой мысли в голове не было? Понимаете, я думаю, что ситуация чуть-чуть другая. Вы очень правильно говорите по поводу криминального мышления, но Путин же это тот человек, который не был сам из банды. Он был тем человеком, который крышевал многие банды, которые существовали в Санкт-Петербурге. И там были разные группировки, конкурирующие. Другое дело, что Путин, конечно, со своей группой, вот этом кооператив «Озеро», они сами превратились в такую же банду, но это была банда от власти. Но они восприняли правила игры, которые существуют в этом бандитском криминальном мире. И в рамках этих правил игры, ну что, то есть один из путинских миньонов, Пригожин, наехал на другого, на Шойгу. Значит, Шойгу опустили. Но после этого Шойгу вот взял вот эту свою ракетную заточку и замочил своего обидчика. С криминальной точки зрения он был в своем праве. Он действовал в рамках бандитских понятий, и к нему в этом смысле претензий никаких быть не должно. Но еще раз скажу, это же не значит, что смотрящий дал на это команду. То есть смотрящий говорит, ну, человек в праве. Он поступил по понятиям. Даже может зауважать после этого Шойгу, с которым последние два месяца вообще все перестали считаться. Он переходил там в разряд терпил. То есть человеком, который был вынужден прятаться, когда за ним охотились, соответственно, вагнеровцы. Но вот он показал, что у него свои зубы есть. Ну, а какие будут уже более долгосрочные выводы? Потому что это же выход за рампу к уже бюрократической вот этой самой лояльности. Вполне возможно, что Шойгу это отольется, хотя не очевидно. И еще один момент. А какая судьба преследует всех тех, кто работал с Пригожиным лично? Я не говорю там о его личных там наемниках, да, вот военных, которые там и в Украине воевали, и в Африке с ним вместе. Но все же тех людях, которые были в его команде. Потому что, насколько я понимаю, для меня образ Пригожина это такой общий образ мнения тех, кто был с Путиным. Но после полномасштабного вторжения России в Украину их мнение поменялось. Потому что ни для кого не секрет, что башни Кремля давно уже пошатываются и спорят между собой. И что Пригожин это также частичка еще и олигархического режима. Они через него показывали настроение тех людей, у которых иное мышление на Путина. Может ли какая-то такая участь ждать и тех олигархов, которые недовольны санкционным режимом, политикой Путина в целом? Представляете, Пригожин был в законе. Более того, бизнес Пригожину создавал лично Путин. Кто распорядился, значит, эти военные контракты в Министерстве обороны делать еще до Шойгу, еще когда Сердюков был. Это был лично Путин. На кого работали все эти троллевские фабрики. Кто принял решение об участии ЧВК «Вагнер» в Сирии. Это же все был лично, соответственно, Путин. В этой ситуации понятийно те люди, которые работали с Пригожиным, но они в чем виноваты? Они работали с доверенным человеком. Те, которые были внутри и которые были завязаны лично на Пригожина, ну вот они все погибли. Трое ключевых людей этой пирамиды, соответственно, Пригожин, Уткин, он же, собственно, «Вагнер» и «Чекалин», они были убиты. Ну, все остальные, во-первых, которые были внутри структуры, переприсягнуть, и к ним никаких претензий в этом смысле быть не должно. Ну, а те, которые были просто контрагентами, ну, опять-таки, если там будет проявление нелояльности и готовность переключить свои финансовые потоки на новых специально уполномоченных людей, ну, какие вопросы? А, Илья, вот я хочу спросить, да, потому что, ну, вот достаточно действительно определенную своего рода, да, бизнес-империю построил все-таки, да, Пригожин благодаря Путину. Ну, вот этот центр, который мы показывали, видно, что огромное количество денег в Санкт-Петербурге, я об этом сейчас в центре Вагнера говорю, денег достаточно много было потрачено для того, чтобы, ну, вот это здание было построено. И хочу у вас спросить, а как вы считаете, что будет вот, ну, вот с такими зданиями, что будет с тем бизнесом, который, ну, Пригожина есть, он зафиксирован действительно юридически, что будет происходить с этими процессами, как вы считаете? Все абсолютно законно, ну, перейдет там по вопросам наследствования, перейдет там представителям его семьи, либо же все-таки есть, я понимаю, что, возможно, это не совсем и к вам вопрос, но все же, есть то, на что сейчас будет претендовать Российская Федерация, если, в частности, мы говорим об этом же центре Вагнера в Питере? Нет никакой Российской Федерации, забудьте. Уже такое понятие не существует, как раз эти события это наглядным образом показывают. Я думаю, что здание, поскольку оно было оформлено, соответственно, перейдет родственникам, да, именно по праву наследования, а все остальное будет раздербанено, потому что оно оформлено не было. То есть, опять-таки, главные активы, главные доходы – это Африка, это природные ресурсы, ну, и там Сирия, собственно, почему-то вы там упомянули про то, что им там уже намекнули, типа, уматываете из Сирии. Это означает, что там сирийские нефтяные активы, их заберет себе Министерство обороны, там, приближенные Шойгу. То, что будет в Африке, я думаю, что часть попадет под ГРУ, ну, и, соответственно, под тех людей, которые они назначат, уж там, на кого они дальше завязаны, это большой вопрос. Я совершенно не могу здесь ничего сказать, потому что это очень сложная система взаимоотношений, и это далеко не обязательно, что это люди из шойгувского клана. Я думаю, что скорее нет, чем да. Но там понятийные договоренности, которые были с, там, этими царьками, князьками местными и так далее. Ну, может быть, кто-то будет претендовать из вагнеровских структур, из солдат попытается на себя затащить, а его могут за это и стрельнуть. Там, в общем, все будет очень сложно и абсолютно хаотично. То есть там не будет какого-то универсального подхода. И одно я могу точно вам гарантировать, что никакой Российской Федерации это не достанется. Это достанется специально отобранным людям. Илья, тогда продолжение. Я смотрю о численности. В марте, ну, действительно, точно сказать о количественном составе ЧВК «Вагнер», я использую ту информацию, которую сейчас можно найти, и то, что предоставляет Википедия. Это в марте 2016-го тысяча, декабрь 2017-го 6 тысяч. Во время вторжения России в Украину 78 тысяч, по оценкам командования ЧВК. Из них заключенные 49 тысяч. Белый дом, тогда цифру говорил в январе 2023-го, 50 тысяч. Ну, скажем так, действительно, есть огромное количество тех, кто был ликвидирован на территории Украины во время военных действий. Даже если мы берем такой личный состав, который был до момента вторжения, да, это 78 минус 50, 28 тысяч. И давайте приблизительно даже так, 30 тысяч, если мы... Огромное количество, да. Командиры подразделений, телеграм-каналы об этом российские, как раз в момент того, как случилась как раз авария самолета. Будем ждать действительно результатов, что еще предоставит Следственный комитет, что же на самом деле произошло. Если услышим, да, потому что, ну, тут такая история. Говорят, что командиры подразделений отдельных, Вагнеровские, говорили о том, что они якобы уже получили сообщение, одновременно причем, от Министерства обороны, и все-таки о том, что им рекомендовано, рекомендовано слово как раз перейти в подчинение Минобороны. А как вы считаете, вот с оставшимися, они могут... Есть вариант, что они перейдут, например, в другие ЧВК. Будет ли им это предложено? Та же ЧВК-конвой, которая претендует, да, занять позиции Вагнера в Африке. Насколько сейчас другие частные военные компании в России, видите, исправляясь уже по ходу нашего с вами общения, исправляясь, в России заинтересованы, чтобы ЧВК-Вагнер и эти наемники присоединялись к другим ЧВК. Ну, потому что давайте скажем, что все-таки ЧВК-Вагнер, если мы говорим с точки зрения умения вести и военные действия, они все-таки даже здесь были впереди и тех же военных, которые на сегодняшний день представляют тоже Министерство обороны Российской Федерации, что, в принципе, не очень всегда и нравилось тому же Шойгу. Ну, Министер, во-первых, подавляющее количество других ЧВК на самом деле не существует. Они существуют только на бумаге, это разнообразные аватары. Кто-то перекрасил свои ЧОПы, частные охранные предприятия, значит, назвал их ЧВК. Кто-то там создал что-то, что называет ЧВК, но там просто никого нету. Но в целом там то, что видите по Африке, там по конвою и так далее, это и есть то, что я говорил, что будет происходить дерибан. А во всем остальном, ну, не заинтересован никто в том, чтобы сохранялись вот эти отдельные какие-то автономные группы, хорошо друг с другом знакомых людей. Все заинтересованы в том, чтобы их максимально раскидать по разным подразделениям. В качестве там промежуточного шага могут какое-то время их сохранять в рамках структуры Минобороны, но это будет недолгосрочно. Министерству обороны это никакой мере не выгодно, просто там чисто технически, там, скажем, чтобы сохранить уровень финансового обеспечения на какое-то время, они могут продержать вот какое-то подразделение. Но я думаю, что не позже, чем конец этого года, какие-либо следы ЧВК «Вагнер» из числа тех, которые находились на территории Беларуси, исчезнут. Которые в Африке могут продолжать существовать под другими вывесками, и там другого типа люди просто гораздо более сильные, грамотные, профессиональные. Но это чисто наемники за деньги, им все равно кому служить, кто будет платить, там они и будут. Услышали вас, спасибо большое за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Илья Пономарев с нами был на связи, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы Российской Федерации с 7 по 16 год. Субтитры создавал DimaTorzok